Привет дорогие друзья! Вы на канале Фартовый Коллекционер и сегодня мы посмотрим очень редкую интересную монету. Это обиходная монета 2 копейки. Возможно именно такая монета у вас есть. Я буду готов у вас приобрести ее к себе в коллекцию. Сейчас мы заходим на сайт Violet, где можем посмотреть предложения разных монет, их состояния и разные цены. Это 2 копейки, которые вы сейчас видите. Они у нас 2003 года. Это не частая монета, я бы сказал даже редкая, потому что они планировались для наборов. Тираж данной монеты 5000 штук и часть монет попала в обращение, а часть планировалась для наборов. И конечно же, когда монет ограниченное количество, цена на них растет, так как люди собирают обиходку Украины и хотят добавить, разместить к себе в альбом. Как например, я коллекционирую монетки в альбоме Коллекционер. Средняя цена монет обиходных, которые с тиражом 5000 штук, начинается очень от разных цифр, от 1500 гривен и выше, если тираж такой небольшой. В данном случае эти 2 копейки некоторые люди рассматривали в качестве инвестиций, то есть покупали их там например по 2000 гривен. И с течением времени рассчитывают их продать гораздо дороже, потому что коллекционеры хотят заполнять альбом. И сейчас мы можем посмотреть на Violet, какие предложения по данной монете у нас есть. Мы видим, что она выставлена от одного продавца. И конечно, это разные монеты в разном состоянии и цена у них разная. Но конечно, я бы обратил внимание, что данные цены, которые сейчас выставлены, 8, 9 тысяч, 10 тысяч, 10 тысяч и так далее, 11 тысяч. Ну это довольно, конечно, серьезно, я бы сказал, завышенная цена на эту монету. Вы, конечно, можете поставить на самом деле и миллион гривен на какую-либо монету, которая вам нравится. Но вопрос только рынка, готовы ли у вас ее купить. И что еще, вот видите, самый дешевый, в районе 7 тысяч гривен за эту монету просят. Я хочу сказать, что, конечно, есть интерес к обиходке. Люди хотят заполнять альбомы и у меня также есть альбом. Я хочу эту монету к себе купить в коллекцию. Но дороже рынка продать монеты очень сложно, особенно когда тираж такой, как 5000 штук. И можно еще попытаться найти в каких-то копилках, перебрать. Возможно, вы сейчас откроете свой кошелек, свою какую-то копилку, отложенную баночку с монетами. И там сможете найти какую-то редкую монету. И там это 96-е года в копейках и так далее. Конечно, с течением времени они будут дорожать, дорожать, дорожать. Но сейчас рыночная цена на эту монету мы можем посмотреть, например, в каталоге. Максим Загреба. Какую цену он поставил, хотя некоторые монеты у него реально завышены по ценам. Некоторые, конечно, чуть ниже рынка. Но на данные 2 копейки цена стоит у нас 2500 гривен. Или в суперидеальном состоянии это 3700. В принципе, это коррелирует с тем, какие были продажи у нас на аукционах, на Виолити, на площадке Виолити, на встречах коллекционеров. Я такие видел продажи. В тот момент я не подумал, что эта монетка мне пригодится. И, в принципе, я думаю, с количеством монет, которые сейчас начинают делать и китайцы, некоторые вкладывают к себе в альбом и копии монет, чтобы просто закрыть отверстие. Но, в принципе, я планирую альбом с такой монеткой закрыть. Так что, если у вас есть монета такая в продаже, конечно, к сожалению, 10 тысяч или 9 тысяч гривен, но я бы не мог оценить эту монету, потому что это сильно, мне кажется, перебор. Хотя каждый считает свои деньги и рассчитывает на тот бюджет, который ему подходит. Ссылку на Виолити, на раздел с монетами Украины я оставлю в описании, потому что вы можете подобрать там что-то для себя, для своего альбома в коллекцию. Как это делаю я. Разные монеты и пробные покупал я, и такие редкие наборы. Но еще от чего зависит, конечно, стоимость монетки. От того, насколько стабильно в стране. Чем стабильнее живется в стране, тем больше денег у населения, тем лучше все происходит производство, мы зарабатываем деньги, бизнесы развиваются. И люди могут позволить себе тратить чуть-чуть больше на хобби. Если в стране какие-то карантины, кризисы, какие-то ситуации непонятные с военными положениями, с нагнетенной обстановкой, к сожалению, в такой момент наоборот, цены на все монеты, антиквариат, картины, на что-то такое не очень быстрое, ликвидное, они падают. Бывает такое, что действительно вещи, а когда людям нужны деньги под Новый год, то продаются монеты, которые действительно стоят сильно дороже, картины, которые сильно дороже, продаются на 3-4, в 5 раз дешевле всего. Поэтому, покупая что-то к себе в коллекцию, вы должны четко понимать, для чего вы это делаете. Вы хотите на этом заработать, если да, то какая ликвидность, насколько вы быстро сможете продать ту или иную монету и по какой цене, какой объем рынка этих коллекционеров на данной монете, по данной теме. Так что выбирайте сами, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете, какие монеты вы покупаете, какая у них ликвидность, сколько бы вы заплатили за такую монету 2 копейки, которые у нас уже нет в обороте, но все равно, видите, цены на них вот такие мы сейчас наблюдаем на площадке Виолити. Я буду рад почитать ваши комментарии, всех с прошедшим Новым годом и на связи, пишите ваши комментарии. Всем пока!